здравствуйте мои уважаемые зрители на дворе у нас продолжается 21 марта и второй материал традиционно посвящен военным сводкам хотя сегодня будет не совсем военные сводки но и они будут том числе и так для начала что у нас сейчас происходит на фронте а на фронте у нас происходит вы знаете подготовка очень серьезному удар и на самом деле на протяжении предыдущего вечера и ночи все больше информации приходил о том что то что мы сейчас увидим в районе курахова и в районе изюма это еще не наступление российской армии это подготовка к этому самому наступлению причем и в первом и втором случае части российской армии пока просто подготавливать плацдармы для того чтобы с них нанести решительный удар а для этого решительного удара стягиваться довольно значительные силы вчера в прямом эфире российское телевидение показывала как идет выгрузка с больших десантных кораблей боевой техники ну и соответственно личного состава в бердянском морском порту за день до этого было много видя как идет российская техника через мелитополь и опять же все идет запорожскому фронту то есть огромные колонны техники идут с юга на север и готовятся к удару в обход курахова на покров и далее навстречу так называемому харьковскому назовем фронту да а со стороны харькова также приходит сообщение о концентрации сыроточения российских значительных сил причем об этом в истерике уже горит не только американская разведка но и украинские источники они ждут мощного удара который судя по тщательности подготовки скорее всего и закончится окружением и соответственно далее разгрома всего донецкого фронта ну именно под начало этого наступления пытаются закончить операцию в мариуполе кстати о мариуполе здесь тоже очень интересный момент произошел такой знаете символический во многом момент вчера российское командование предложила гарнизону мариуполя сложить оружие в обмен на жизнь то есть им всем была обещана жизнь ровно также как 1943 году была обещана жизнь окруженный под сталинградом армии павлеса и ровно также в ответ на это предложение сегодня из киева как тогда из берлина пришло сообщение никакой сдачи мариуполя быть не может сражаться нужно до конца вы знаете здесь на самом деле на этом фоне особо нет смысла говорить какие населенные пункты вчера были мы сегодня за вечер были заняты российскими и донецкими войсками продвижение составило несколько километров в том числе и в районе горловки здесь я хочу обратить внимание на другой момент на самом деле то что я заметил например неделю назад что российские войска изменили очень сильно изменили тактику нанесения ударов по вооруженным силам украины она работает и помните когда мы пересмотрели то три случая это мерефа яворовский полигон николаев дальше пошел овруч а сегодня ровенская область каждый раз наносится мощный ракетный удар в результате которого то ли иное подразделение высу перестает быть военной силой то есть оно несет очень значительные потери в личного состава и теряет свою боеспособность и еще и здесь бы хотел отметить очень важный момент удар по северу киева ракетный то вчера вечером в районе 10 11 часов вечера был нанесен удар как вначале заявили киевские власти по пустому месту на самом деле это все не так я за этим местом очень давно наблюдаю и многие жители мне сообщали о том что именно отсюда на протяжении последних недель наносили удары украинские в ссу том числе и ствольная артиллерия и реактивная артиллерия более того реактивная артиллерия с этого места отработал буквально за несколько десятков минут до нанесенного удара а то что удар попал туда куда нужно говорит то что через некоторое время после его нанесения началась детонация боекомплекта то есть пришелся удар туда куда надо и очень похоже чтобы эти батареи в ссу в первую очередь активной системы залпы огнеград которые работали на протяжении двух недель примерно с этого района теперь они уже больше работать здесь не будет а на самом деле не очень сильно мешали продвижению российских войск севернее киева я так поймать теперь это продвижение будет гораздо более успешным и очень примечательный момент я просмотрел несколько социальных сетей по поводу этого удара вот жители киева по этому конкретному случае не задавали вопроса она за что тем более что тоже хочу отдельно подчеркнуть что удар был не случайно нанесен вечером чтобы никто максимально из мирных не пострадал то есть в результате этого удара мирное население то есть не было жертв среди мирного населения то есть российские войска стараются сделать так подчеркиваю постоянно это действительно уже замечает все старается делать так что мирное население по максимуму не затронуть и вот удар по северу киева очень в этом вопросе нагляден вот такое очень интересное наблюдение вот это примерно то что я могу сказать на сейчас примерно 1 часов утра по москве 21 марта 2022 года по поводу ситуации на фронтах украины